всем привет с вами Эдгар вы на семейном канале Багдасалян сегодня я хочу рассказать про систему автополива у меня газон 230 квадратов все лето я поливал и сейчас уже могу сказать хорошо я сделал свой автополив или нет это не самый дешевый и не самый дорогой вариант в общем такая золотая серединка мною найдено сейчас я вам покажу сделал все своими руками но в принципе там ничего такого сложного нет вот разница в том что если вы покупаете рулонный газон ну или пассивной газон не знаю хотите сделать автополив там вам насчитают если все серьезно делать очень большие суммы и платить такие деньги но если они у вас есть конечно ладно но если вы не хотите за это платить но при этом не хотите какие-то непонятные брызгалки устанавливать которые через пять минут сломаются в общем этот ролик будет для вас так что давайте сейчас я переворачиваю камеру покажу территорию где у меня газон у меня 12 соток из них 230 квадратов это рулонный газон газон мы стелили сами естественно зашел вопрос о как поливать в общем будем стоять шлангом поливать это нереально не поливать газон быстро засохнет и ничего хорошего из этого не выйдет так что вот такой газончик чувствует он себя очень хорошо и сейчас покажу из чего состоит вся моя система вот вы видите идет шланг шланг в основном я использовал одна вторая вот это три четверти это единственный шланг на три четверти разница никакой в общем разницы нету и одна вторая и три четверти этот и другой шланг хорошо себя показали единственно покупаете качественность шланги в плане того что солнце устойчивые там также они не заворачиваются но не ломаются потому что есть шланги на жаре они как каменеют что ли не знаю что с ними происходит сыпется дырки потом просто берите хороший шланг а там одна вторая три четверти не так важно также я использовал такие поливалки как гордена есть с к м к л разница в чем ширина и получается длина и плюс еще высота но м к или с к в принципе тоже не сильно так прям знаете разница играет так что если естественно берите ски какие есть и берите там ценник чуть-чуть играет у меня везде установлены вот такие вот гордена ски получается раз так 23 на 230 квадратов у меня три гордена ские поливалки но не только для газона они еще поливают туда дальше можно сказать даже они охватывают 300 квадратов точно могут взять на себя по ширине чем они хороши здесь быстрый съем вот подсоединил закрутил и просто вот защелкиваете сюда вот так ничего сложного защелкнули здесь есть такие вещи как вот регулировка ширины двигаете туда-сюда получается шире будет брызгать уже сейчас покажу для чего это надо в общем ширину можно контролировать также крутится она полностью вот так туда-сюда и это дело можно контролировать вот этими вот штуками выставлять на 90 градусов или на полную катушку тоже для чего это надо делать сейчас покажу и еще здесь можно регулировать давление больше меньше ну я здесь ставлю на полную катушку беру в общем-то ширину полноценную и ставлю тоже туда-сюда на полную вот смотрите такой момент например вы поставили поливалку и может такое быть что вот в эту сторону слишком много заливает и заливает например вашу дорожку ли у вас там что-то стоит там диванчик я не знаю вы не хотите чтобы это заливалось то вы регулировку пододвигаете и у вас уже не попадает на эту дорожку такая же история в ту сторону вперед-назад когда она поливает тоже можете настроить так что поливал к такая поливает поднимается 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 тормозит поливает только до краев газона дальше уже вода не идет в общем со всех сторон можно отрегулировать как будет вода куда будет попадать очень удобная вещь эти все шланги подключены у меня к два варианта в общем есть меня подключение один вариант я подрубил к дому обычно водоснабжение стандартное давление и этого иногда не хватает короче какая история происходит когда лето например жара до пик когда все люди начинают поливать одновременно давление падает и вот эти поливалки работают некорректно вообще еле-еле не знаю ну метр туда метр сюда вообще ни о чем также у меня система подключена еще сейчас покажу у меня есть еще насос тоже фирма гардена можно любой другой насос но я вот тоже купил гарденовский насос отлично работает себя хорошо показал а для насоса без разницы в общем какое давление там в трубах он в любом случае будет давать свое давление и это хорошо вот две те гарденовский поливалки я подключил к насосу и не пожалел об этом вот сейчас я думаю что сделал все правильно потому что когда была жара и нужно было поливать и все начали поливать вот эта поливалка не могла делать то что должна была а вот те две на всю катушку работали и я те поливалки поворачивал даже сюда чтобы здесь тоже полить а вернее у меня четыре штуки 1 2 3 4 поливалки или делал так есть другой вариант когда я вот так сделал поставил что я включаю поливаю его давление не хватает я решил сделать такую историю я подключил вот у меня вторая поливалка получается вот так обеспечивают вот где-то до конца этого дома полностью эту часть вот эта поливалка у меня до дома и вот туда огород поливает прям полностью туда-сюда полноценно у меня подключена такая штука вот вот эти бывают разные устройства они стоят от 1000 рублей до там 10 тысяч рублей вот такие с разными функциями там с электронным табло механические в общем суть в чем заключается этой штуки забыл как она правильно называется здесь можно подключить два шланга есть с одним есть четырьмя шлангами но на данный момент два шланга два отдельных контроллера я выставляю здесь время потом во сколько это будет происходить в общем все данные вписываю день время и все такое потом выставлять сколько минут должно поливаться и во сколько делаю окей все закрываем открываю кран постоянно вода открыта здесь заблокирована на кран открывается когда здесь срабатывает по моему времени как я установил все сработало кран открылся поливалки начали делать свое дело удобно в чем то что я например поставил на час ночи не все вот такие устройства делают и не все ночью поливают и не у всех есть в общем-то автополив и если подключен подключена система к центральному водоснабжению то в большей вероятности что ночью люди не поливают и давление повышается ну в принципе я его угадал я поставил там на час ночи полив на полчаса и в час ночи у меня поливалки на сто процентов начали делать свое дело потому что когда вы включаете например днем и можете разозлиться на вот эти города носки поливалки думаю что они не делают свое дело но якобы да и чё там брызги три метра сюда три метра сюда чё за фигня типа в итоге то не они виноваты а давление водопроводе поэтому у меня есть четыре такие штучки они стоят от 2 500 до 5000 получается смотрите вот гарденовская вот эта поливалка с к м к л к стоят 2 500 и 3 500 ну возьмем грубо говоря там сколько больше десяти тысяч до получается ну фикс ним тысяч 15 у меня на вот эти вот поливалки ушло шланги 20 30 метровые шланги 1 2 я купил за 450 рублей в леруа 20 метров вот таких вот шлангов вот они там оранжевые бывают зеленого цвета вот сейчас покажу синего цвета вот есть я гардена тоже фирма покупал эти подороже но знаете вот никакого смысла нету вот покупать гардена или может быть и есть конечно смысл может по годам больше прослужит вот эти возможно вот единственный их прям настоящий такой плюс когда вы шланг тяните и начинаете его крутить вертеть куда-то тащите он не загибается и не пережимает воду который попроще шланги они загибаются и вам приходится бежать и расправлять шланг но если вы просто вот шланг вот положили до полив полива то тут вообще никакой роли нету не играет так что вот такой зелененький шланг 20 там метров они там 20 30 50 100 метров есть вот 20 метров и 450 рублей что-то такое в леруа мерлин вот эти штуки но среднее нормальное качество вот таких контроллеров до будет стоить 10000 2 на 2 выхода все там батарейки ставится потом вот эти коннекторы вот быстросъемы они тоже там 50 100 рублей 150 200 рублей в зависимости тоже какое качество с автостопом без автостопа автостоп это что если например в шланге есть вода и вы снимаете шланг то внутри есть автостоп и вода не выливается она держит вам не нужно как бы бежать закрывать воду чтобы снять чтобы отсюда вода не пошла где-то так автостоп нужен где-то он нафиг не нужен вот но если есть возможность купить и лучше быстросъем с автостопом ну в общем если качественнее брать конечно лучше но и там попроще какие-то ничем в общем то не уступают вот эти быстросъемы ну естественно там какие-то включить выключить да короче переключатели вот эти тоже пособирать тоже может там рублей сто пятьдесят двести триста в общем какая-то мелочевка в районе там сто пятьдесят двести рублей стоят вот эти все штуки плюс еще шланг в принципе все у вас есть водопровод вы поставили кран после крана ставите вот этот контроллер после контроллера идет шланг шланг подключается к поливалке в принципе все там настраивается время как только срабатывает вода пошла система поливается здесь никаких батареек ничего не надо под давлением это начинает туда-сюда крутить работают отлично никаких глюков не не ну не до чего докопаться отлично выполняет свою работу мне очень понравилось вот вторая моя поливалка она охватывает вода деревьев вот так так вот эту всю территорию и туда еще весь двор в общем поливает и сад и еще и газон здесь вот такой шланг так это еще одна поливалка вот у меня этот шок идет по длине вот и здесь еще у меня прокинут еще один вот зелененький вот тоже такая же гартеновская поливалка вот на эту территорию вот полностью она вот здесь на полную катушку включу вот от бассейна может фиг гореть но они как конечно пересекаются оттуда вода и сюда льется отсюда вот туда тоже по длине попадает но что прям полноценно чтобы у меня и огород поливался где две штуки поставил а так если посередке одну воткнуть в принципе она все может полить сейчас покажу здесь что я сделал откуда у меня идет вода у меня идет из мая скважина выводится сюда в беседку из беседки идет и тут разветвление на всякие разные системы вот и одна из них подается вот просто вот вода вот идет я шланг подключил завел все дело сюда вот такой вот насос тоже горденовский насос 45 и вот автоматик гордена отличный насос сюда подключаем идет заход воды тоже здесь быстросъем тоже горденовский заходит сюда вода здесь фильтр какой-то установлен здесь выходит вода все и шланг пошел туда сейчас я покажу дальше что чтобы запустить этот насос тут ничего сложного нету тут ничего вообще не надо делать не нужно воду что-то там заливать прогонять что-то делать сюда подключаете подачу сюда выход нажимаете кнопку и если там открыт шланг нету заглушки там не закрыты до шланг открыто то отсюда вы просто будет идти вода он автоматически но если вы поставили там кран что-то заглушит это все дело то автоматически выключается в общем завел я сюда воду отсюда вывел этот шланг приходит вот на такую вот систему здесь у меня уже он чуть-чуть надо будет подправить подтекает зажать вот за весь сезон нужно знаете что делать в конце сезона шланг срезать еще раз по-новому раз подтянуть так вот есть вот такая вот штука green hill называется вот она открывается здесь можно установить программы 9 программ во сколько будет вода включаться во сколько отключаться на какое время есть ручной полив есть автоматический и еще какие-то там варианты я выбрал как у меня вода два раза поливается вечером и рано утром запрограммировал вот эту покупаете и в этом green hill идет документ в документе все прописано как это делать тут две батарейки устанавливаются пальчиковые на месяц хватает и закрываем это все дело тут устанавливаете время дату потом в программе ставите время когда вам нужно включите время когда чтобы выключилась поливая где-то полчаса 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 вечером и полчаса рано утром в общем здесь идет выход один у этой штуки я купил раздвоитель вы можете вот такую купить с четырьмя выходами если нужно я купил с двумя выходами мне больше не нужно было вот и это все дело идет вот с этой стороны две поливалки у меня работает от насоса а там две поливалки работают от дома вот но так сказать государственная вода идет вот так для чего я так сделал почему все не подключил к насосу и и почему все не подключил к центральному водоснабжению на всякие пожарные потому что может случиться так что например насос выйдет из строя или у меня внизу 50 метров глубине тоже насос установлен это артезианская вода качает скважина возможно этот насос выйдет из строя ну и так сказать вот эта система перестанет функционировать а газом поливать нужно тогда у меня есть центральное водоснабжение я там полью может быть перекину поливалки и они здесь польются и наоборот на тот случай а этот случай как раз таки был вот с этой системой ничего не происходило вообще там у меня хороший глубинный насос идет он как работает он весь дом обеспечивает водой и вот этот гарденовский тоже работал и работают все супер вся система работает на ура тут никаких не было вопросов а вот центральной водой идет там всякие строительство в поселке выключают воду что-то там чинит по полдня или там по целый день бывает воды просто нету все потом когда эту воду дают маленькое давление все быстро включают поливать и там вообще никакого давления и поливалки вообще не поливают и получается так что на тот случай когда центральная вода вырублена у меня есть свой насос я включаю и система полива работает полноценно вот прям на всю катушку они фигарят отлично все работает я даже наверно могу сейчас включить и показать сейчас давайте посмотрим как работают вот эти вот насоса какое будет давление но если я включу даже вода сюда будет брызгать они очень мощные включаю насос он включается и подкачивает сюда воду вот чем хороший этот насос тут если он долго стоял и вода вдруг ушла там да или что-то вам не нужно открывать заливать воду вот он сам подкачал воду все он готов к работе я открываю там краник если там кранинка или там система какая-то и все насос работает вот давайте сейчас посмотрим можно по времени установить а можно вот в ручном режиме если вот я вдруг решил в частную нужно тут есть кнопочка переключаем на ручной вариант вот и полив пошел на две части разделил воду когда вы на 2 разделяете в любом случае давление все равно снижается но как раз получается то что мне нужно газон полноценно поливается вот попробую показать вам охват сейчас у меня тут дождик был конечно полив вообще не в тему вот видите докуда льет вот высота вот больше березы где-то больше метров шесть до туда полив идет от выше деревьев здесь вот идет и доливает вон до тех вот зеленых первых вот и с той стороны такая же штука здесь полив идет вот до сюда и туда вот они поливалки отличный полноценный полив по ширине прям четко охватывает вот где-то до сюда если я поставлю одну поливалку такую если вдруг у вас газончик но квадратов 50 там да ну или 100 квадратов вам одной поливалки вообще больше чем надо вот она вот до сюда его и вон почти до краев бьет вот если я вдруг перекрою одну из них вот смотрите сейчас вода к соседям идет и сейчас вода достанет до меня я чуть-чуть отойду вот смотрите вода к соседям идет и и плюс еще вот по ширине смотрите как высоко бьет вот-вот до меня прям достает и туда короче если у вас есть насос и одна поливалка то вы вот так вот большую одну такую территорию лужайку квадратов 100 спокойно можете поливать это не только газон это можно огород поливать вообще весь огород одной поливалкой и выключаем если нужно все там выключается насос еще какое-то время работает там какая-то подкачка происходит и все и он выключается но я его вообще выключаю потому что у него сейчас не нужен у нас сейчас на данный момент идут дожди вот видите тут уже вон лужи буквально там пару секунд поработал и у вас газон просто залит водой сразу ну и здесь в общем-то такая же история сейчас никто не поливает вот если включить воду здесь тоже будет отличный полив а это я тут сверху ложил чтобы под солнцем не перегревалась это все дело так так сделаем окей включим сейчас какая включится из них не знаю а вода открыта не открыта вот так поливал очка включилась берет шире чем дом вон видите полив и туда вот примерно и посмотрим до нас достанет это все дело или нет так вот примерно до сюда вот так ну сами видите да до конца туда поливает и в общем то весь этот огород но это тоже зависит от давления в системе и переключаем это все дело все если она отрабатывает вы можете вручную включить когда нужно по времени сколько хотите поставили можете например подошли включили там на 15-20 минут все и ушли отработала выключил или по времени выставлено во сколько вам нужно ночью включается поливает выключается очень удобно так что вам нужно вода выход потом поставить кран после кранчика какой-то переходник потом ставите вот эту систему после этой системы идет быстросъем шланг быстросъем и сам автополив в принципе все ну таким же образом я оттуда вы воду провел и по устанавливал еще поливалки дополнительную там тоже кранчика открыл все поливается в этом систему вот можете отдельно посмотреть на канале есть ролик как у меня работает в теплице полив туман подробненько я рассказал тут тоже стоит тоже также по времени настраивается и поливается в принципе это не так дорого и при этом это полноценная система полива ну вот на 230 квадратов у меня четыре поливалки пусть будет там ну не знаю тысяч 15 ну поменьше там может быть какими-то скидочками где-то найдете это сами поливалки потом ну пусть будет там не не знаю 20 метров шланга стоит 450 рублей но 500 рублей пусть там пару мотков таких возьмете ну штука еще ну 16 тысяч в итоге это с шлангами потом вы потратите деньги на какие-то коннекторы вот эти переходники какую-то мелочевку еще туда допустим штука там полторы две фиг с ним в районе будет 18 там тысяч и если покупаете насос насос такой стоит 15 20 30 тысяч зависимости от мощности насоса и функционала ну пусть будет 20 ник допустим насос какой нормальный ну в итоге не больше 40 тысяч у вас есть насос у вас есть 4 поливалки у вас есть шланги и коннекторы все эти переходники и еще вот эти системы которые включают и выключают автоматизируют это все они стоят вот там green hill зеленого цвета 2000 вот это чуть подороже стоит три с половиной но это типа там стабло светится и все такое но в общем можете не заморачиваться любые из них один фиг работают пусть будет средняя цена 3000 у них у меня таких здесь две установлено с каждой по два выхода у меня четыре в итоге получается 22 в районе но я не знаю максимум 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 50 тысяч на двести три даже не двести 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 тридцать я вам говорю только газон а у меня еще поливается весь вот этот вот огород мой здесь на квадратов 350 в итоге получится квадратов на 350 в районе 50 тысяч вы можете поставить систему которая будет у вас поливать все лето без проблем так ребята плюсы и минусы всей этой темы допустим основной плюс в чем дешевле естественно это все дело дешевле и еще один большой плюсик это все можно разбирать собирать унести собой если нужно мало ли вы переезжаете куда-то продали дом нет не собирались продавать ну вот так получилось что продали переезжаете если эта система вкопанная в землю вряд ли вы это выкопаете собой заберете такую систему свернул шланги на зиму да даже просто на зиму чтобы убирать в общем можно это все собрать буквально мне понадобится минут 15-20 я все эти шланги соберу даже не буду их отсоединять от поливалок возьму какую коробку возьму шланг прям на эту поливалку намотаю отсоединю и везде делаете вот эти connect чтобы у вас автоматически был до раз отсоединили автостопы чтобы обязательно были достали намотали ящик наложили убрали или собой забрали ну или продажи если вам нужны деньги можете выставить на продажу систему плюс в том что вы можете это все быстренько разобрать также плюс в том что если что-то пошло не так то вы можете посмотреть где что не знает кто-то что-то копал пробил продырявил что-то сломалось все видно вот вы идете все шланг можно проверить это можно проверить можно все починить максимально все удобно ну недорого получается относительно вот каких-то там систем вот этих можно разобрать собрать и починить насчет того что красиво это или нет например да но я не знаю это в принципе издалека то и не видно вот отсюда вы же не видите поливалки вот вон газон вы видите там поливалку мы туда подойдем вы только если близко подойдете это вот если шланг зеленый берете его вообще не видно так что когда покупаете вот эту систему шланги берите зеленого цвета вот синенький чуть-чуть просвечивает но если бы он был зеленый вообще его не видно да в принципе он и это не мешается вот минусом можно сказать что это тип он лежит на поверхности и кто-то говорит что но блин у чуток неудобно когда косишь газон вот минус когда вы пользуетесь газонокосилкой то вот этот шланг с этой поливалка нужно вот так вот брать и убирать в сторону но я не думаю что вы настолько ленивый чтобы этого не сделать дополнительный раз просто делаете какую-то физкультуру но подошел раз убрал 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 4 шланга убрал газон покосил шланги закинул на место вот но это и как бы он но является якобы минусом у многих людей что ой мне лень это убирать вот мне например это не лень для меня это не является минусом мне как-то вообще без разницы наоборот вот мне удобно то что я в любой момент плюс еще могу эту поливалку взять и переместить в какое-то другое место если так мне вдруг понадобилось давление упало там воды или нужно что-то еще полить можно корректировать а вот эти дорогие системы когда вы покупаете которые их вкапывают в землю вот там нужно рыть траншеи устанавливать всякие системы вот я не могу сказать что эти системы плохие да тоже работают я думаю что корректно но вам нужно это все дело перекапывать потом если где-то пробили трубу это нужно искать это опять нужно поднимать газон как бы разрывать его да но вы понимаете под землей проведенной трубы если что-то не так то соответственно надо копать это вам не шланг поднять и посмотреть также вы не можете это собой забрать да или поменять на какую-то другую систему вот а с другой стороны вы как бы эту систему установили ну и пусть она там будет тут тоже как бы о двух концах палка или как там история называется но самый большой минус вот этих автоматических систем которые по заказу делаются они очень очень дорогие мне посчитали вот чтобы тут установить полив на весь мой участок и провести все это дело грамотно там больше 300 тысяч рублей зачем вообще вот зачем мне это надо но если бы у меня были там лишние деньги и не знаю я не хотел бы вообще касаться этого вопроса но возможно бы я купил установил возможно или человек вот вообще не умеет руки у него по поводу что-то починить не работают растут не из того места но с другой стороны человек умеет зарабатывать деньги ему плевать вообще круче если у вас есть бабло ставьте системы какие хотите ну но даже если так если у вас много бабла все ровно были надавать деньги фиг пойми за что я в общем решил сделать так и у меня в итоге получилась вот сумма там в районе 50 тысяч рублей но это с насосом если мы оттуда вы у минусуем насосы у вас вы знаете что хорошее давление воды то вообще это но тысяч 20 от силы максимум и это на вот квадратуру на 300 квадратов вам где-то хватит а если у вас просто за домом лужайка да вот например дом у меня территория большая а так вот за домом лужаечка там квадратов 50 допустим 50 60 70 80 в этом районе вам нужна одна поливалка гарденовская самая большая элька какая-нибудь там один шланг и подключить это к водопроводу все ну ну и вот этот автоматический регулятор который воду включает и выключает чтобы вообще не парились поставили время он работает и это вам обойдет там поливалка там три с половиной тысячи шланг там рублей 500 4 и плюс ну тысяч десять максимум отдадите за это все дело и у вас автомат полив все больше денег не надо никаких если вдруг захотите насос но купите еще какой-то насос я всей этой системой очень доволен вот фирма гардена реально прикольная компания качественная сделанный пластик в этом году было очень жарко у нас там больше 40 с чем-то градусов было на улице жар и пекло просто и шланги и вот эти поливалки гарденовские они были естественно на жаре они не поплавились цвет пластика я замечу не поменялся вот как как я их купил так они остались вот как они работали так и работали замечаний вот в этом году нет первый раз купил в этом сезоне первый сезон уже конец сезона и они показали себя с лучшей стороны тут есть такие вот ушки вы можете например закрепить чтобы ну типа не шаталась но это нафиг не нужно делать я просто вот так вот кидаю и все единственный единственный бывает момент если вы вот так вот положили и это будет у вас лежать например в течение пяти шести дней на улице жара у вас будет знаете какая фишка там зеленая травка будет а вот именно где вот шланг лежал и вот эта штука там как будто вот выгорает что ли местечко вам нужно там в неделю раз хотя бы сделать вот таким образом вот просто передвинуть чуть-чуть вот так чтобы там где лежит вот эта поливалка под низом все это дело тоже полилась и травка там выросла нормально в общем какие-то мелкие нюансы но если вы любите сад огород постоянно в своем саду ходите что-то там делаете вот участвуете в жизни вашего сада любите ваш сад любите растения корректировки там чего-то то это все ни о чем вопрос это мелочи для меня ноль проблем что-то куда-то передвинуть так что система полива меня вполне устраивает и сейчас если вернуть обратно и сказать ну вот и потратил деньги стоило это того до стоило это того есть поливалки подешевле там за 150 рублей что-то 200 рублей вот такие типа брызгалки вот это вот говно вы на я тоже на купал всякой ерунды эти какие-то вертушки пластиковые за 100 рублей вот так вот куча насыпано всяких разных вроде все дешево сердито они все или там знаете глючат или ломаются или слетают не поливает ни черта не тратите деньги на эту туфту вы можете вот на весь ваш огород например понаставить вот этих вот брызгалок разных до вертушки там какие-то чего-то типа в итоге нифига не польете огород все это будет глючить все эти системы кучу шлангов чего-то там переходников просто купить это лучше одну штучку вот такую garden of sky и вот это одна единственная штука с одним шлангом польет весь огород все никаких проблем и больше вы этот вопрос не будете поднимать просто поставьте эту фигню и пусть она поливает весь огород все и забудьте вообще про этот полив не так у меня вот весь огород и поливается вот так всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комменты у меня вот так Субтитры сделал DimaTorzok